ну что давайте немножко поучимся и так может быть кто-то в первый раз будет смотреть эту трансляцию меня зовут макс хигер здесь я объясняю как жить интересно как жить свободно как жить так чтобы ты чувствуешь что ты живешь а не ждешь чего-то потом и сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему как вдохновение да то есть периодически для того чтобы нам что-то начать делать нам важно испытать некое вдохновение к этой теме да и вот сегодня я вам хотел объяснить внести ясность что это такое вдохновение ну первое что я вам хочу сказать вдохновение это просто эмоциональное состояние да и сегодня будет очень много связано с нашей любимой шкалой эмоции до полная шкала эмоции хаббарда вот она выглядит таким образом вы можете всегда скачать в интернете посмотреть вот я сегодня зашел в google до набрал полная шкала эмоций хаббарда и мне в картинка google выдались вот эти картинки в том числе одну такую картиночку скачал именно самую полную вот вы можете по значкам по этим героям до которые обозначают каждую эмоцию обнаружить вот и в принципе даже можете прямо сейчас если вы на компьютере находитесь скачать ее и иметь перед глазами но если вы не можете это сделать то не надо париться не надо расстраиваться на эту тему я в любом случае вам все объясню так вот давайте я немножко напомню вам да по поводу верхних диапазонов эмоциональной шкалы то есть как у нас эмоция движется в самом верху этой шкалы то есть если мы берем позитивный диапазон до положительный диапазон вот он начинается у нас над антагонизмом найдите антагонизм если кто-то скачал и вот смотрите у нас идет антагонизм это 20 а дальше идут такие то на 2 и 4 монотонность 2 и 5 скука 2 и 6 не интересующийся 2 и 8 довольны 2 и 9 слабый интерес 30 консерватизм 33 сильный интерес и вот здесь вот у нас прям вот с этого тона до 33 сильный интерес начинается то что вам часто не хватает да то есть сильный интерес веселье дальше идет 35 это веселье 40 энтузиазм 60 эстетика красота до 80 восторг вдохновение выше идет 20 0 действие 22 игры да то есть если спросить о чем мечтает каждый человек мы так или иначе возвращаемся к этой шкале то есть кто не хочет жить интересно кто не хочет веселиться кто не хочет быть в энтузиазме радоваться от красоты жизни до испытывать вдохновение восторг действовать играть это же вы все хотите понимаете это мы все хотим мы сюда для этого и пришли для того чтобы как можно чаще вот испытывать эти верхние эмоции понятно что только в них мы не можем находиться да с нами случаются какие-то препятствия да мы с чем-то сталкиваемся когда мы с чем-то сталкиваемся какая-то проблема какое-то препятствие мы начинаем опускаться по тонну здесь такой процесс происходит понимаете поэтому эмоция эмоция вот запомните это ваше состояние жизненной энергии то как вы проводите жизненную силу то есть то как ваше тело проводит жизненную силу если ваша психика и ваше тело может хорошо производить жизненную силу да то есть жизненная сила не сталкивается с какими-то с опрессорами с каким-то сопротивлением бесконечным да то есть если вы достаточно естественный достаточно расслаблены и сонастроены сами собой то ваша энергия будет движет двигаться тоже естественно да и вы будете как можно чаще пребывать верхних состояниях так вот следующий момент смотрите что нужно человеку для того чтобы подняться по тону да и находиться вот в этих высоких смачных состояниях первое расслабленные умы тела то есть если ваш ум напряжен если вы постоянно вовлечены во внутренний диалог да если вы вас бесконечно одолевают мысли то вас это будет опускать по тону то есть если вы поддерживаете бесконечный вот этот хаос мысли если вы вовлечены в это то вы не будете иметь способность находиться в высоких тонах потом дальше двигаемся не должно быть рутины в жизни то есть рутина вот смотрите давайте возвращаться к нашей шкале тонов рутина это тон монотонность вот смотрите 2 и 4 монотонность то есть если вы что-то делаете одно и то же снова и снова и снова то вы падаете по эмоциональной шкале до монотонности понимаете дело не в том мы не говорим сейчас о бодитинге мы говорим о просто о шкале эмоциональных тонов да то есть если вы одно и то же делаете каждый день вы попадаете в монотонность если вы будете продолжать это делать какой у нас следующий тон под монотонностью антагонизм то есть вы будете испытывать антагонизм к этой деятельности если какая-то деятельность стала слишком однообразной рутиной вы одно и то же делаете изо дня в день то вы будете падать в антагонизм потом во враждебность к этой деятельности то есть вы будете испытывать враждебность к этой деятельности и здесь еще один важный момент который я хотел вам проговорить смотрите с одной стороны вы сами можете находиться в определенном тоне да то есть это ваше эмоциональное состояние ваше состояние энергии на данный момент с другой стороны вы можете реагировать и иметь некое эмоциональное отношение к конкретному предмету области человеку да то есть вы можете испытывать эту эмоцию не в целом да то есть вот в целом я могу находиться в хорошем состоянии даже в веселье да но в отношении какой-то конкретной области или какой-то деятельности я могу испытывать определенную эмоцию как реацию как реакцию да то есть я могу какому-то человеку не испытывать веселья то есть я могу пребывать в веселье но когда появляется определенная ситуация в жизни то я ну именно в отношении этой ситуации имею определенную эмоцию такой тоже может быть так вот такое же может быть в отношении вашей работы вы в отношении вашей работы можете находиться в сильном интересе веселье в энтузиазме наслаждаться этим до испытывать энтузиазм и вдохновение до вопроса я буду обрабатывать в конце не буду сбиваться сейчас так вот можете находиться в этом а можете упасть до сначала слабого интереса потом можете до не интересующегося упасть потом вы можете в скуку провалиться если вы не не понимаете что нужно вносить разнообразие нужно отвлекаться до нужно что-то делать для того чтобы это не превращалась какую-то роботичность одно и то же да то есть если вы не осознаете все эти процессы то вы будете деградировать по эмоциям дальше то есть вы будете опускаться по эмоциям дальше в монотонность в антагонизм во враждебность если вы продолжаете цепляться за эту деятельность и не понимаете что вы ее уже как вы говорите не любите да на самом деле вы не испытываете к ней определенные эмоции больше да то есть у вас нету интереса к этой деятельности больше такое может быть такое вполне может быть такое может быть если вы что-то делаете у вас все не получается не получается не получается да то есть у вас не получается добиться результатов какой-то деятельности вы начинаете опускаться по тону к этой деятельности через какое-то время у эту деятельность больше не любите она вам или другая ситуация бывает бывает что вы зарабатываете какие-то результаты да то есть у вас есть какая-то то есть какая-то зарплата да или как какой-то доход с какой-то деятельности у вас есть и вы зацепились за этот доход до зацепились за этот доход но не понимаете что сам процесс вот этой игры этого действия он вас больше не вдохновляет он не вызывает интереса не то что не вдохновляет он даже может не вызывать никакого больше интереса и вместо того чтобы осознать в каком эмоциональном состоянии вы находитесь в отношении этой деятельности признаться самому себе что здесь мне больше не интересно я испытываю здесь монотонность и уже начинаю испытывать антагонизм то есть начинают тихо ненавидеть это все да вы сами себе не признаетесь зацепившись за результат и вот эта зацепка за результат за вашу цель какую-то возможно да вы себе поставили цель и не понимаете что именно этот метод достижения этой цели он уже все исчерпал себя и вместо того чтобы отпустить это вы продолжаете это делать и поэтому вы в отношении этой деятельности будет деградировать бесконечно то есть здесь можно и до гнева и до ненависти упасть как бы до полной ненависти до из сквозь зубы ходить и заниматься тем что у вас не вызывает никаких позитивных эмоций узнали себя да в каких-то ситуациях так вот шкала эмоций она дает ключ к этому то есть вот это стоит один раз понять и начать наблюдать за собой а в какой эмоции вы находитесь в отношении чего-то у вас глазки начинает постепенно раскрываться то есть я когда изучал шкалу эмоции у меня очень намного глаза раскрылись особенно у меня там были из потом задания все когда изучал это на курсе потом нужно было выходить на улицу брать анкету и типа проводить соцопрос такой да и вот когда я начал разговаривать с людьми уже с пониманием с ясным пониманием этой шкалы с ясным пониманием того что есть реальный эмоциональный тон а есть то что демонстрируют люди да то есть то что они хотят заявить как бы до что часто человек на самом деле что-то не любит но говорит что любит да вы сталкивались таким да у него есть там свои какие-то выгоды ради того чтобы говорить вот что я люблю то что я уже давно не люблю как то он мой хочет казаться не быть да то есть он хочет притвориться и вот когда я начал ходить и оценивать то есть проводить соцопросы задавать вопросы людям четко видно то есть по определенным критериям ты можешь четко увидеть в каком реальном эмоциональном тоне вообще находится человек или в отношении чего-то и что он рассказывает про это то есть что он говорит здесь вы видите четкую картину что тоже как люди себя на самом деле чувствую да то есть какой эмоции они находятся это что они заявляют это часто небо и земля то есть все хотят казаться положительными да все хотят быть такими положительными героями то есть ну потому что это выживательно понимаете для того чтобы в социуме чего-то добиваться нужно действительно быть высокотонным человеком но многие это люди находятся в низких тонах не понимает почему и вообще не понимает что происходит но им же надо выживать в этом социуме поэтому они вынуждены надевать на себя маски и роли притворяться понимаете то есть что у них на самом деле хорошо обстоят дела несмотря на то что дела обстоят плохо вот сколько раз я с этим сталкивался в своем бизнесе да что у сотрудника спрашиваешь как твои дела и он рассказывает что все замечательно все хорошо я вижу что он хочет чтобы я просто оставил его в покое то есть вы начинаете постепенно разбираться с этим вы начинаете видеть что он не пребывает в том состоянии которое он декларирует и здесь это для для вас для как руководителя да это верный признак то есть вы мгновенно это видите человек находится реально в этой эмоции действительно у него глазки горят действительно ли он в интересе в энтузиазме или он делает вид если он делает вид это просто повод для того чтобы лучше разобраться что там на самом деле происходит действительно ли у него все хорошо там может быть он столкнулся с какими-то проблемами не может с ними справиться но боится признаться в этом что часто люди тоже вот делают они боятся признаться потому что это может подвергнуть опасности например их выживание то есть их источник дохода да то есть если я буду такой честный открытый буду тебе говорить все как есть люди почему-то считает что это может привести к их увольнению да к тому что ну это как-то плохо повлиять на их карьеру да тут плохо повлиять на их доход поэтому они начинают притворяться и они на самом деле получают здесь обратный эффект то есть они хотят типа чтобы все было хорошо но когда он начинает скрывать и истинное положение реальное положение то начинает накапливать проблемы утаивать их да и таким образом пытаться остаться в этой компании типа как серая область какая-то да но тот человек который разбирается в эмоциях он сразу видит что происходит что человек на самом деле находится в каком-то другом эмоциональном состоянии так вот в этом-то и все исцеление понимаете в этом-то и все исцеление научиться выражать открыто свои эмоции не скрывать свои эмоции не бояться открыто говорить о том что ты искренне чувствуешь да или они боятся говорить открыто что у тебя какие-то проблемы не боятся рассчитывать на помощь но в этом мире это очень тяжело потому что вокруг много людей которые находятся в низких состояниях и они вашу открытость часто используют как слабости как типа ну попытку вами манипулировать и использовать вас да но здесь когда вы просто это понимаете все лучше так сейчас мы отправим товарища банк то есть когда вы все лучше это понимаете это не признак закрываться то есть вы открываетесь с этим пониманием вы открываетесь и в этом открытом состоянии если кто-то на вас нападает вы просто понимаете что происходит вам не надо закрываться вы просто понимаете что например ваше пространство попал низкотонный негативный человек. И с этим негативным человеком лучше, наверное, не вести сейчас дела. Раз он на вас нападает, раз он пытается вас затащить к себе вниз эмоциональной шкалы, то, наверное, не надо с ним много общаться. В принципе, знаете как, когда вы становитесь очень высокотонным человеком, вас тяжело вниз затащить. Вы начинаете это сразу чувствовать, сразу понимать и в какой-то момент вырабатывается иммунитет, вы не поддерживаете это. Поэтому вот теперь давайте еще раз вернемся к тому, что вот как это вдохновение испытывать почаще, как жить в интересе. Это же высокие эмоции, поэтому у нас должен быть расслабленные умы тела, мы не должны поддерживать рутину, мы не должны поддерживать суету, мы не должны поддерживать любое подавление, в том числе себя, не надо выдавливать и подавлять, да, и мы не должны поддерживать никакое негативное, обесценивающее нас и вообще жизнь мышления. Понимаете? То есть вот эти все вещи не должны быть поддержаны в вашей жизни. То есть нужно иметь расслабленные умы тела, нужно быть вне рутины, четко следить за этим, впадаете ли вы в какой-то однообразный монотонный процесс где-то, не должно быть суеты, вы не должны никуда бежать и не должно быть никакого подавления, вы не должны испытывать подавление извне, находиться в какой-то агрессивной среде, вы не должны давить сами себя. Многие из вас могут задать вопрос, ну, Макс, это какие-то идеальные условия? Нет, это не идеальные условия, это те условия, за которые вы можете взять ответственность, которые вы можете сами себе создать. Понимаете? Потому что пока вы не создадите себе такие условия, вот как, как можно сказать творческие условия вы обращали кстати внимание что многие гениальные писатели вот они часто ехали куда-то там на море в какие-то специальные места для того чтобы поймать вдохновение не замечали вот что русские поэты пушкин там многие другие да там вот часто ездили в какие-то места и там искали вдохновение то есть когда вы сливаетесь с природой часто когда у вас нету давящего окружения когда вокруг вас нет суеты вы просто расслабляетесь и подымаетесь по тону понимаете вот и все что там происходит то есть но для этого не обязательно куда-то в специальные экстра условия ехать вы можете создать себе эти условия сами даже в городе многие художники например это прекрасно знаю да то есть вот этот богемный образ жизни художников уже не зря такой туша все художники понимают что они занимают творчеством занимаются творчеством чтобы заниматься творчеством нужно быть в энтузиазме во вдохновении в эстетике это верхний диапазон шкалы эмоций для этого нужен определенный образ жизни если вы живете из 1 из 1 изо дня в день в какой-то монотонности и рутине невозможно понимаете невозможно она вас будет засасывать и стягивать вниз потом состояние тела вот еще последний пункт который я выписал для того чтобы испытывать чаще вот этим верхние эмоции тело должно быть вне эмоциональных и психических блоков да то есть не должно быть напряженности и зажатости в теле то есть тело должно быть расслаблено и понимаете поэтому вот здесь вот появляются эти все практики йога да там какие-то уши телесной терапии да там все построено на то чтобы вас расслабить понимаете и вот я даже перед этой трансляции вспомнил как я начал вот свой духовный рост да я часто рассказывал что в первую очередь я начал с рейки да то есть треки ты была первая моя духовная практика потом я начал заниматься лошадь практиками а все уши практики построены на том что вас пытаются расслабить вас пытаются сделать более творческим более спонтанным вас пытаются сделать более смелым выражение себя таким какой вы есть вот если бы вы имели опыт соприкосновения саша практиками у него все практики вокруг этого потому что к нему начали приезжать западные люди в свое время да и он пытался их садить в медитацию они не могут они все зажатые у них тело все зажатое все в напряжении да он совершенно заполнен огромным количеством бреда всякого до эмоции подавлены понимаете то есть определенные эмоциональные состояния в западной культуре не поощряются для выражения и поэтому это все давится из какой с какого-то человека с какого-то периода времени в детстве человек принимает решение не проявлять какие-то эмоции когда он не проявляет эти эмоции он боится боится это выразить то есть ему что-то не нравится он боится открыто это выразить она начинает задавливаться внутри и накапливаться блокироваться да эти блоки под превращаются в напряжение внутреннее напряжение внутри тела эти все блоки это все напряжение мешает вашей энергии естественно двигаться до или когда ваша энергия перестает естественно двигаться вы начинаете падать эмоционально по тону снижается уровень ваших способностей снижается ваша энергетика да то есть вы станут становитесь все более более проваливающийся в нижние эмоциональные тона да то есть вы начинаете по шкале тону проваливаться вниз вот сюда вот понимаете а что у нас здесь да а у нас здесь я еще раз вам напомню боль гнев ненависть возмущение да вот эти возмущения бесконечные тем что жизнь не такая все плохо отсутствие сочувствия невысказанное возмущение да то есть вы можете даже упасть до такого тона что вы перестаете свое возмущение высказывать скрытая враждебность до скрытая враждебность это вот когда рисует такое мужик спину вам нож хочет воткнуть да то есть это человек настолько в страхе находится то есть скрытая враждебность диапазон страха что он принимает такую стратегию выживания что нужно всех опускать тоже в страх до скрытая враждебность то есть он улыбается все вот и говорит вам что я твой друг и ла-ла-ла-ла-ла на самом деле он хочет тебя кольнуть подколоть сделать все возможное чтобы ты опустился по тону наверное вы с такими людьми тоже сталкивались беспокойство страх отчаяние ужас оцепенение сочувствие задабривание горе искупления незаслуженный самоунижение само самоунижение до жертва безнадежной апатия да вот когда вы начинаете с этой всей красотой разбираться вот прям вот прям знать как попадаете в паноктикум да вот вы можете наблюдать эти чудеса все в реальной жизни то есть как проявляет человек тот или иной тон в своей жизни да это неплохо нехорошо просто это есть понимаете это просто есть это то в чем живут люди и чем лучше вы это понимаете изучаете тем проще вам просто с этим взаимодействовать и тем проще вы понимаете где вы сами находитесь знаете самое главное это понять где вы сами находитесь потому что мы часто при украшиваем очень сильно при украшиваем свое настоящее эмоциональное состояние то есть мы привыкли думать понимаете поверх своей подлинной эмоции мы привыкли думать о том в каком состоянии находимся не надо думать надо реально смотреть как ты себя чувствуешь если у тебя на самом деле энтузиазм веселье радость действия игры вдохновение если это в твоей жизни если нету ну вот это признак того что ты не находишься в верхнем диапазоне тебе что-то это мешает делать что вот что здесь очень много что но в том числе непонимание непонимание в том числе твоя зажатость в том числе твоя закрытость в том числе твоя напряженность до в том числе твоя вот эта привычная негативная оценка себя и мира которые это все застряла в тебе это все накопилось она как бы на и на и на ездилось да вот как по наезженной уже люди живут часто в своем вот этом вот низком эмоциональном состоянии они там застряли и они считают что это нормально и в какой-то момент эти более высокие состояния они становятся какими-то нереальными это не для меня это для меня невозможно хотя все дети вот в этих состояниях находятся все дети игривые все дети вот это вот в энтузиазме восторге часто до часто испытывают вдохновение по поводу чего-то но постепенно окружение до система вокруг влияет таким образом что что-то блокируется что-то обесценивается что-то давится до подавляется и на фоне этого ребенок принимает определенное решение что-то вот скрывать что-то подавлять что-то контролировать и ум до контр возникает контролирующий разум разум который обесценивает какие-то состояния обесценивает какие-то возможности эмоции и только только это у вас появляется он хоп и блокирует это понимаете вот что там происходит так что хотите найти вдохновение жить интересно нужно заниматься расслаблением да то есть расслаблением ума и тела нужно заниматься выходом из рутины нужно перестать суетиться дергаться нужно перестать выдавливать из себя что-то да нужно перестать находиться под давлением внешним выходить из этого давления нужно за все это взять ответственность и постепенно трансформировать вашу жизнь это ваша ответственность за вас это никто не поймет и никто не сделает я еще раз напоминаю что ваша ответственность разобраться с тем как вы устроены и то что было вам навязано то что вы считаете нормальным но то что на самом деле вас счастливым не делает нужно с этим разобраться и уладить это в вашей жизни дисбаланс а что такое баланс что такое баланс баланс это вот когда ты находишься в хорошем состоянии да то есть ты в высокотонный ты находишься в хорошем состоянии разума в хорошем состоянии присутствия здесь сейчас и ты адекватно оцениваешь где у тебя по сферам жизни идут какие-то возможно провалы да то есть какие-то сферы жизни у тебя начинают проваливаться так вот если ты в адекватном состоянии находишься и понимаешь что происходит это увидишь и переключишься туда и потянешь понимаешь вот так баланс работает а если ты находишься в неадекватном состоянии вниз к тоннам у тебя будет сплошной хаос в жизни потому что ниже 20 ниже антагонизма там разрушительные эти эмоции они разрушительные а если не можешь уйти при этих обстоятельствах боишься быть в одиночестве это страх понимаешь ты сейчас говоришь из эмоции страха ты находишься сейчас в страхе тебе не надо срочно уходить понимаешь вот и здесь нету такого что ты послушала меня и начала срочно уходить тебе надо эмоционально подняться ты не на то пытаешься обратить внимание тебе надо начать заниматься своим расслаблением самоисцелением и приведением себя в такое состояние где ты можешь быть более энергичной подняться по тону когда ты уже достаточно сильно поднимешься по тону ты начнешь рассматривать уже свои обстоятельства и у тебя появится возможность улаживать их в тоне страха невозможно ничего улаживать в тоне страха ты начинаешь придумывать почему это невозможно страхи кажется все невозможным невозможно постоянно быть на пике радости совершенно согласен с тобой невозможно но можно быть как можно чаще там наш можно жить такой жизнью где очень много радости очень много энтузиазма очень много удовлетворенности конечно это не будет все время иногда ты будешь падать у тебя будут какие-то препятствия ты будешь падать по тону но если ты все это понимаешь у тебя есть инструменты как там не задерживаться проблема то большинство людей что они упали по тону и застряли там и теперь они придумывают себе всякие истории мифы какая-то логика выработана как продолжать себя удерживать в этом низкотонном состоянии где равновесное состояние в эмоциях нет никакого равновесного состояния эмоции это вибрация это жизненная энергия жизненная энергия должна двигаться ты должен быть подвижные по эмоциям понимаешь то есть дело не в том что в одной эмоции все время находился дело в том что тебе важно вернуться твою детскую подвижность эмоциональную тебе нужно стать естественно эмоционально выражающим себя человеком наш не подавляющий определенный диапазон эмоций если ты не подавляешь если ты становишься все более осознанный над своими эмоциями а ты как дух являешься тем что испытывает эти эмоции в конечном итоге через осознанность возвращаешь управление в эти эмоции то есть ну управление какое это не означает что я вот хочу быть только в радости и управляю это эмоции что я буду только в радости нет ты становишься пространством в котором эти эмоции происходят и все себя все лучше лучше осознаешь тем кто испытывает эти эмоции если это все лучше осознаешь то ты не цепляешься за определенные эмоции и поэтому эти эмоции начинают естественно двигаться если хочешь зацепиться за какую-то эмоцию например ты хочешь быть только в радости то это станет тем что начинать создавать застревание в этой подвижности по эмоциям и это станет твоей проблемой твоей ошибкой если хочешь быть только в каких-то эмоциях это как раз станет тем что будет тебе мешать испытывать эти эмоциональные состояния понимаешь когда ты находишься в хорошем в хорошем состоянии в хорошей физической форме в хорошей духовной форме ты будешь естественно пребывать в верхних эмоциональных тонах естественно пребывать это просто природа жизни такая то есть если тебя изнутри и снаружи ничего не подавляет то ты естественно поднимаешься в свое верхнее состояние это просто природа духовная такая понимаешь то есть если на тебя не давит что-то нет причин опускаться вниз опускаться вниз по эмоциям означает наличие каких-то сопрессоров понимаешь то есть что-то на тебя давит изнутри или снаружи и ты никак не уладишь это я не понял вопроса в смысле как от эмоций куда-то что-то там переводить мы сегодня говорим об эмоциях начни наблюдать за своим эмоциональным состоянием и скачай себе эту шкалу эмоций изучи и начни связывать как то что описано реально относится к твоему собственному состоянию к состояниям других людей я обучался саентологии у профессиональных саентологов которые занимаются этим 20 лет ну не знаю лет 15 точно там проводятся специальные курсы там все это изучается она так и называется шкала эмоциональных тонов хаббарда полная шкала ну что ж есть какие-то вопросы еще что-то непонятно в этом смысле что пока вы не расслабите свой ум и тело пока вы не уйдете от рутинной монотонности пока вы не уйдете от бесконечной суеты пока вы не уйдете от источников самоподавление и подавление извне пока вы не перестанете негативно деструктивно мыслить вы будете в нижних тонах эмоциональных и вдохновение не будет знаете ко мне часто приходят люди спрашивают макс как не найти свое предназначение как не найти вот призвание чтобы меня перло что-то в жизни и я говорю говорю расскажи мне как ты живешь сейчас вот человек начинает мне рассказывать о своей монотонной рутинной жизни я ему пытаюсь объяснить банальный факт парень вот пока ты так живешь ты не можешь найти не можешь найти ты находишься не в том эмоциональном состоянии где эти вещи находятся то есть тебе надо подняться под эмоциям папа и по эмоциям а как ты можешь подняться по эмоциям есть ты за все это привычно и держишься если те вещи которые у тебя вызывают эту монотонность рутинность ты за них сам держишься как ты можешь подняться и найти свое предназначение призвание никак поэтому проблема получения нового это проблема отпускания старого тебе надо внести порядок упорядочить реорганизовать твою жизнь убрать какие-то вещи которые вызывают в тебе вот эти психозы бесконечные в этом часто сложность заключается в том что люди хотят одной жопой на двух стульях хотят оставить то что их расстраивает то что отнимает у них энергию то что их опускает по тону они хотят это оставить в своей жизни и в этот в этот же момент они стремятся к чему-то светлому к чему-то более высокотонному как это возможно как это возможно например если вы живете в присутствии человека вот вы только приходите он начинает вас пилить он начинает вас обесценивать у начинает вас все время подавлять чем вы не начали новые он говорит да херня это и все делает возможно для того чтобы вас опустить по тону чтобы вас обесценить как вы можете быть успешны в присутствии такого человека объясните мне пожалуйста выходит не как выходит вам придется осознать что происходит вам придется понять что не все люди пребывают в разумных поддерживающих вас состояниях все дела в женщине нет все дела в вас причины всегда внутри какая бы женщина не было это ты ее выбрал ты ее выбрал ты за нее держишься и сети она тебя вообще не устраивает ну кто ж кроме тебя то это осознает и поймет прихода музы нет музы никакой нет не существует никакой музы просто когда мужчина влюбляется и он находит реально женщину которая его любит и поддерживает и не обесценивает то конечно там начинается такой мощный энергетический процесс он поднимается по тону любовь это тоже высокотонное очень состояние окрыляется до человек окрыляется тоже эмоциональное состояние ну это скажем так это не любовь любовь не является эмоцией любовь это определенное отношение к жизни да это приятие какое-то да это это более глубокое явление любовь но когда ты именно испытываешь влюбленность давайте назовем это влюбленность испытываешь влюбленность в женщину-то ты очень сильно поднимаешься по тону очень сильно эмоционально ты вдохновлен женщиной это из вдохновении вдохновения но от женщины просто скобочки не вижу нож можно быть вдохновленным женщиной можно быть вдохновленным своей работой можно быть вдохновленным чем угодно это эмоции просто до этой эмоции можно подняться и испытывать ее но чтобы туда подняться должно быть такое состояние у человека чтобы была такая возможность давай так если ты не хочешь что-то прямо сказать то лучше не пиши здесь такая прямая трансляция чё нам вокруг да около ходить надо прямо все писать искренне как думаешь так и говоришь не в скобочки брать чтобы не было там контекстов подтекстов каких-то двойных каких-то пониманий как есть так и говори муза знаешь вот есть такие люди они все время чего-то ищут вовне ну эмоциональное состояние это внутреннее состояние она не всегда связана иногда связано прямо с тем что происходит вокруг иногда связано с тем что внутри его в психике человека происходит иногда просто человек попадает в такое психологическое состояние где просто невозможно испытывать верхние эмоциональные состояния его психика зажата подавлена он сам себе накрутил что-то он сам себя обесценивает не верит в себя негативно мысли по поводу себя по поводу жизни в такой психике невозможно подняться до верхних эмоциональных состояний ладно ребята будем завершать те кто только пришел пересматривайте в записи в принципе я вам все сказал что это ваше эмоциональное состояние ваш тон это ваша ответственность вы можете сделать улаживание вашей жизни для того чтобы разгрести эту помойку и внутреннюю помойку разгрести внешнюю помойку подняться свое исходное такое мощное эмоциональное высокое состояние и там возможно все о чем вы мечтаете вот эти все игры действия восторг вдохновение эстетика энтузиазм веселье это просто очень хорошее состояние психики человека человек очень хорошо он высокоосознанно очень хорошо понимает что нужно поддерживать жизни что не нужно как жизнь устроена что можно делать что нельзя это все это осознанность это признак высокой осознанности высокого понимания кто и что я здесь сделаю как это устроено и как здесь играть таким образом чтобы не поддерживать какие-то вот вещи вызывающие обрушение в нижний диапазон эмоций на этом все пока пока если вам понравилось не забывайте ставить сердечки лайки подписывайтесь на перископ если понравилось и на youtube канал если это будет на youtube канале если остались какие-то личные вопросы у меня в профиле или под этим видео в ю тубе будут ссылки там где можно мне написать лично и задать какие то вопросы если что-то осталось непонятным теперь все пока пока